АПЛОДИСМЕНТЫ Тырдыцкие учёные доказали, что бутерброд, падающий маслом вниз, может быть съеден ещё до соприкосновения с землёй. А как у вас дела в науке? Мне понравилось, как он не упустил возможность человека из Бишкека продемонстрировать планшет. Молодец, Эльдер, так? Итак, кырдыцкие учёные доказали, что бутерброд, падающий маслом вниз, может быть съеден ещё до соприкосновения с землёй. А как у вас дела в науке? У нас нет кырдыцких учёных. Ещё вариант. Кырдыцкие учёные доказали, что бутерброд, падающий маслом вниз, может быть съеден ещё до соприкосновения с землёй. А как у вас дела в науке? Наши ученые из Скокова доказали, потратив полтора миллиарда, что в Дубае отдыхается хорошо и летом, и зимой. Эльдер, там своя версия написана, ответа? Написано, это же планшет. Прошу. Да, 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 да. Кыргызские ученые доказали, что бутерброд, падающий маслом вниз, может быть съеден еще до соприкосновения с землей. А как у нас дела с наукой? До Кыргызстана, наконец, добрались нанотехнологии. Теперь обычный кыргызский дворник может подметать улицу при помощи уникальной микрозарплаты. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Ростовчане, пожалуйста. Что отличает настоящего мужчину от ненастоящего? Повтори, Володь. Что отличает настоящего мужчину от ненастоящего? Х-хромосома. Как все-таки иногда приятно бывает иметь дело с ученым-человеком, да. Тем не менее, еще кто, что. Пожалуйста, Володь, повторяй. Что отличает настоящего мужчину от ненастоящего? Как удар держит. Еще раз вопрос. Что отличает настоящего мужчину от ненастоящего? Отпуск в Таиланде. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще? Нет еще, свое. Пожалуйста. Итак, что отличает настоящего мужчину от ненастоящего? Настоящий мужчина со словами «мужик сказал, мужик сделал» может сделать операцию по смене пола. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжим. Из всех. Как законы физики помогают воспитывать детей? Повторяй, Гер. Как законы физики помогают воспитывать детей? Ребенка можно насмешить эбонитовой палочкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, еще раз попробуйте. Как законы физики помогают воспитывать детей? У нас главное, чтобы законы физики не противоречили законам Конституции. АПЛОДИСМЕНТЫ Повтори вопрос, Гер. Как законы физики помогают воспитывать детей? Да как, как? Учебникам физики по башке дала и все, и сразу уроки сел делать. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, своя версия, прошу. Как законы физики помогают воспитывать детей? Мать запретила своему сыну общаться с обогащенным ураном, сказав, что он плохо на него влияет. АПЛОДИСМЕНТЫ Против науки не попрешь. И тем не менее, пожалуйста, Кефир, ваш вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Говори, Аркадий. У нас в Нягоне очень широко отмечают праздники. Вот в прошлом году, например, на День города мистер Кредо приезжал. А какие праздники у вас в городе? Повторяй вопрос. А какие праздники у вас в городе? Когда мистер Кредо уезжает в Нягонь. Не все в жюри знают, кто это. Аркадий, просвети, пожалуйста. Сегодня в белом танце кружимся. И так далее. Что это дало, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Они, похоже, так и не узнают, кто это. Так, ну, неважно, суть не в этом. Аркадий, повтори вопрос. А какие праздники отмечают у вас в городе? У нас на День города дают свет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Классно живете. Так, вопрос. А можно полностью? Можно и полностью. У нас в Нягоне очень широко отмечают праздники. Вот, например, в прошлом году на День города даже мистер Кредо приезжал. А какие праздники отмечают у вас в городе? А у нас в Долгопрудном живет группа Дюна. И у нас каждый день привет с Большого Будуна. Своя версия. А какие праздники отмечают у вас в городе? Ещё в Нягоне раз в 20 лет празднуют День открытых дверей. Только в этот день из Нягоне можно уехать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И последний вопрос. Пятигорск. Так, недавно меня один таксист узнал. Так совпало, что он по совместительству мой родной брат. А какие вы знаете случаи забавного совпадения? Повтори, пожалуйста, Оля. Недавно меня один таксист узнал. Так совпало, что он по совместительству мой родной брат. А какие вы знаете случаи забавного совпадения? Сестрёнка. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно меня один таксист узнал. Так совпало, что он по совместительству мой родной брат. А какие вы знаете случаи забавного совпадения? В день города в Нягань приехал мистер Кредо. Недавно меня один таксист узнал. Так совпало, что он по совместительству мой родной брат. А какие вы знаете случаи забавного совпадения? Недавно в Няганьском зоопарке с ветки упало сто сов. Вот это совпадение. Еще есть вариант. Недавно меня один таксист узнал. Так совпало, что он по совместительству мой родной брат. А какие вы знаете случаи забавного совпадения? Так совпало, что метеорит в Челябинске упал именно на бухгалтерию цинкового завода. Хорошо. Оля. Да-да-да. В общем, недавно меня один таксист узнал. Так совпало, что он по совместительству мой родной брат. А какие я знаю случаи забавного совпадения? Знаю. В Таиланде с разницей в год муж и жена на отдыхе изменили друг другу с одним и тем же человеком. Что-то про Таиланд сегодня. Весна, в общем, как бы. Дело к лету. Уважаемые жюри, кому 0,6 балла и отпускаем с богом? Какую команду? Ухой, Пятигорск. Пятигорск, 0,6 балла. Мы продолжаем биатлон. В каждом круге по две шутки. Прошу, начинай. Таджикский мальчик, играя в песочницы, автоматически оценивает качество песка, прочность опалубки и объем совочков. Невнимательный лось, переходивший дорогу, обтянул Мерседес С-класса кожу еще и снаружи. Спасибо. Дальше. Солдаты-староверы укрылись в лесу и продолжают носить портянки и строить генералам дачи. Еще. В летнем лагере детям не терпелось открыть подарки, но вожатый потерял штопор. Прошу, Фистех. Когда Жерару де Пардье пришел счет за коммунальные услуги в Саранске, он понял, что 75% налогов это еще по-божески. Еще. Мусорный контейнер около Останкина носит гордое название «Музей-капитал-шоу Поле чудес». Спасибо. Нягонь Аркадий. Когда соседи шумят, Николай Валуев стучит по батарее. Холодильником. Еще. Человек с очень сильным иммунитетом увидел Париж и заболел. Уважаемые члены жюри, кого-то отправляем 0,7 или какие наши действия? Штрафной между какими командами? Всем еще один круг, пожалуйста. Ох ты как! Да. Сегодня вы как разгулялись, Юрий Саламович. Пожалуйста, по одной шутке. Новости футбола. Андрей Аршавин исполнял перед матчем российский гимн «Устал» и был заменен в конце первого куплета. Ростов, Володя. Из разряда «Береженного Бог бережет». Когда наступает ночь, часовые в мавзолее на всякий случай снимают ружья с предохранителей. Вер, пожалуйста, физтех. Борьба с сокращением количества чиновников в России идет рекордными темпами, заявил помощник заместителя министра Нижней Палаты Верховного Собрания при приемной губернатора по Пензенской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще шутка, Кефир. На Олимпиаде по русскому языку победитель избил директора школы. И ему ничего не сделали, потому что победителей не судят. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я повторяю, 0,7 балла команде, которая уходит готовиться к следующему конкурсу. Уходит не огонь. АПЛОДИСМЕНТЫ Уходит Кефир. 0,7 балла. АПЛОДИСМЕНТЫ Тройка бойцов еще по две шутки. 0,8 балла разыгрывается. Прошу. Из мира животных. Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает камни в окна. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще. Из мира железных дорог. Плохой проводник после смерти попадает в верхний боковой ад возле туалета. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно. Пожалуйста, дальше. Праздничное настроение улетучилось, когда дети увидели у Снегурочки наколку в виде персня. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще. Вооруженный охранник Тимати нет-нет, да овит себя на мысли. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем. Вьетнамская пословица. Без труда не вытащишь и рэмбо из пруда. Еще. В Древней Руси больше всего боялись тех, кто отсидел, потому что тогда сажали накол. АПЛОДИСМЕНТЫ На кровавой шуточке заканчиваем. Кому 0,8? Александр Васильевич, еще один круг между Ростовом и Фистехом. Прошу. В номинации «Прорыв года» пятый раз подряд победил трубопровод в Сызрани. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Фистех. Филипп Киркоров не поет своим детям «Колыбельные», потому что те неплатежеспособны. АПЛОДИСМЕНТЫ Кому 0,8? Уходит Фистех. АПЛОДИСМЕНТЫ 0,8 балла уносит с собой Фистех. И, наконец, мы разбираемся, кому достанется один балл, а кому тоже немало, но 0,9. По две шутки. Прошу. Интересная новость. Учитель физкультуры закончил первую брачную ночь фразой «три-четыре» и закончили. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛДР, я даже боюсь просить тебя еще вторую шутку. Давай. Добивать не стану, послабее. Давай. Во время пожара в мэрии Бишкека мэр в панике стал набирать все номера в своем телефоне. В итоге пожар приехали тушить доставщик пиццы, любовница и Леха техосмотр. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Пожалуйста, Володя. Ростов-на-Дону. Из разряда «Американцы тоже воруют наши идеи». Недавно правительство США запустило новую телепередачу для богатых нефтью стран «Жди меня». АПЛОДИСМЕНТЫ И еще. Очень гуманный охотник не любил убивать животных, поэтому лес кишел ранеными. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Итак, в триатлон выиграла «Азия Микс». АПЛОДИСМЕНТЫ 0,9 евразы «Ростов-на-Дону» и целый балл команды «КВН Азия Микс Бишкек». Итак, сумма за...